На площади Куйбышева сегодня блину негде упасть. Вся Самара собралась на масленичное гуляние под куполом, которое гостеприимно раскинула девятиметровая маслена. Напротив мультимедийный комплекс, который транслирует выступления самарских коллективов. Гости праздника активно участвуют в традиционных русских забавах. Бьются на подушках, перетягивают канат, поднимают гири, пытаются залезть на гладкий деревянный столб за призами. Я всем говорю, ушами держись, весь секрет в ушах. Кто ушами держится, тот залазит. Юрий и его брат впервые попробовали покорить столб и сразу удача. Мужчины выиграли электрический чайник и туристический спальный мешок. Хитрость держаться и ползти. Ну, своеобразная техника. Не просто руками ползти, а работать и ногами вместе, короче. Момент перехватиться. Если бы не разделся, не заползли. Рядом раскинулся город мастеров. Самарские ремесленники представляют свою продукцию, одежду и украшения, предметы для быта. Ольга Долбина с мужем Ростиславом изготавливают глиняную посуду и украшения. Творчеством они занимаются уже девятый год. Керамика – это сложная, сложный промысел. Один из самых древних и самых сложных. Поэтому просто так на коленке это не сделаешь. Следим за императорским фарфорным заводом. Мы очень восторгаемся и стараемся дорасти, дорасти. Стоять на одном месте неинтересно. Особой популярностью у юных самарцев пользуется анимационная площадка деревенька. Лабиринты фигуры домашних животных из сена. После праздника его отправят в зоопарк, где будут использовать в качестве корма и подстилки для животных. На территории усадьбы Деда Мороза работает выставка «Самарская маслена». На конкурс представлено почти 180 работ. Это куклы маслены, сделанные самарцами. Жюри конкурса выберет победителей, которые получат призы. Глава Самары Елена Лапушкина посетила площадь Куйбышева и поздравила горожан с праздником. Участников народных гуляний угощают блинами и горячим чаем. Виктория Шарая, Константин Головин, Субтитры создавал DimaTorzok